Возникла на базе Тольцов. Почему? Потому что Тольцы в настоящий момент и базу уже имеют, и какой-то штат Столяров там уже, в принципе, как говорится, сформировался, и который осуществляет работы непосредственно для нужд музея. И, мне кажется, при наличии какого-то дополнительного финансирования они спокойно могли бы потянуть вот эту вот работу. Вот, собственно, тоже. Благодарю Василия Витальевна. На самом деле, ваше предложение не будет в неожиданности до Владимира Викторовича, потому что неожиданно, что я ему говорила, обсуждали этот момент, что действительно научно-методический ресурсный центр, как он будет назван, по сохранению деревянного озорчества, будет создан именно на базе музея Тольцы, прекрасного под открытым небом, с которым завтра наши уважаемые гости будут и честно познакомиться. На базе он будет проходить фестиваль «Марау Требесел». И передаю слово Владимиру Викторовичу Тихонову, директору музея Тольцы. Хорошо. У меня голос поставлено, можно без микрофона, я думаю. Давайте посмотрим на эту проблему уже. Что такое наше деревянное жадкое существо? Это материальный ресурс народной культуры. Что такое народная культура? Это основа культурной безопасности нашей страны. Как страны возникают? На основе права народа иметь свою территорию, у нас это великолепно обеспечивает силовую структуру. И народа иметь право иметь свою культуру. А основа народной культуры это вот как раз деревянное сочиство. Потому что каменные здания возникали где-то в городах, а 95% народа жило в деревянных зданиях. Вот они и воплощали свою культуру вот в этих шедеврах, в которых некоторые из них до нас дошли. Что такое служба? Служба. Это орган по... Как там? Забыл. Это надзорный орган. Ну и пускай она надзором должна заниматься. Почему? Значит, ну вот служба вместо того, чтобы заниматься надзором, выписывает предписание. Вот перед нами развалившиеся все эти здания, чтобы на восстановление штрафовать собственников. Она занимается, значит, оценкой культурной значения, историко-культурного значения объектов. Да это специалисты должны делать. Высокой квалификации. Именно высокой, так сказать, квалификации. А что мы имеем? На 2000-й год было 1200 объектов вновь выявлено, объектов культурного значения. 1200 было. Сейчас прошло 18 лет. Их осталось 600. Половину нет. Но еще 10 лет пройдет, но сегодня ничего не останется. Мы проводили с вами заседание общественной палаты. Вот вышел уважаемый эксперт и говорит, ребята, я за этот год выявил 10 памятников историко-культурного наследия. С гордостью сказал, но ввел один памятник. Вот. Ну это что? Человек, который любит Раводину? Да нет, он не любит Раводину. И он не из Выборка. Да, и он тем более не из Выборка. Вот здесь оценивает. Вот. Поэтому нужно четко определиться. Во-первых, что такое оновьем выявлено. Да не должно быть оновьем выявлено. Специалист выявил. Специалист выявил. Вот в советское время. А сейчас так называемый теперь специалист выводит. Ну это же смешно. Где более грамотный специалист? То ли там? То ли там? А вообще за рубежом нет такого понятия о выводе объекта. Если памятник попал, значит, в список памятников, все, он вечно памятник. Тебе штрафы, тюрьма, все, восстанавливай его. Вот, значит, дружать будет человек, лишь бы восстановить. Помните, там поляки разрушили какое-то здание наш, какой-то русский решил? Так вот, до сих пор быстренько восстановил через сейчас этот здание. Вот, поэтому, помимо службы, которая является надзорным органом, я полностью согласен с резолюцией, что нужно ввести государственную службу по сохранению. Потому что служба по надзору сейчас превратилась в службу по уничтожению исторических культурных наследия. Орган, который работает на научной основе, где работают специалисты, а не риэлторы, вот, по сохранению историко-культурного наследия. И возрождению, потому что многие объекты историко-культурного наследия, утраченные в прошлое, нам нужны для нашей народной культуры. Для того, чтобы мы не остались и ванами не помнищего рода. И я помню, все с вами согласились, седьмой культурной службы, только его надо подредактировать. Что надо на государственном уровне рассмотреть этот вопрос. И в министерстве культуры должны быть, значит, такой орган наравне с службой, которая является взором, которая организует, организует. Да, есть в том, что методический совет, примен к культуре, значит, 13-й пунктом стоит, по сохранению деревянного, народной архитектуры, я там числюсь. Но они занимаются в основном тусовками там, ну, бывают, но в последнее время даже неинтересно, но бывают, тусовками, и в основном по европейской части, по северу России. А северу-то никто не занимается, а у нас надо, раз вот, и филиал распуске иметь, потому что у нас самый большой в мире деревянный город, и его надо сохранить, и не только уникальные объекты, а среду сохранить, потому что без среды объект, как без снов. И вот за этот именно пункт я дам, а про службу я могу сказать. Конечно, службу делают руководители. Если руководитель заинтересован, если руководитель патриот любит родину, он так пойдет. Ну, если не заинтересован, ну, что сделать, то это у нас и получилось. Спасибо. Владимир Владимирович, хотели услышать, пожалуйста, комментарий по поводу создания центра у нас научного дома из Тольцов. Ну, я, а, ну, по Тольцову. Ну, давайте подумаем. Давайте подумаем. Ко мне это не живо. Лена Витальна, федеральная служба предлагает. Мы можем заручиться поддержкой. Да, сейчас два выступления еще у нас из основных. Виталий Валерьевич Разлов, руководитель патриотической организации «Наследие». О том, как сохранение исторических памятников может быть выгодно всем. Пожалуйста, Виталий Валерьевич. У нас такая 10-го региона постоянно меняется. Я, наверное, в 14-15-е годы. Я бы, наверное, маленько хотел изменить. Я, иди сюда, освещал свою презентацию, когда работал в этом городе Вице-Мэром, в 2010-м году, они начинали строить 130-е квадро. И те подходы и метки, которые мы предлагали, они были изложены. Что изменилось в этой презентации? Количество, например, пыльный памятник. В каждую свою статистику набоете за 10 лет. С 10-го года до 18-го, это больше 200 объектов. Кто выводит, выводит бюджет. И это, конечно, нонсенс. Платят в основном деньги из бюджета. Если не бюджет, то платят мир, сильные миры всего, которые могут себе позволить договориться. Вся эта иллюзия, когда мы говорим о том, что вот мы работаем в рамках закона, она, ну, в какой-то степени, правда, конечно, мы, Григорьевич, и мы писали документы в прокуратуру, и мы обратили в суды. Но в нашей стране нету в зоне охраны памятников общественного контроля. Мы очень плотно изучали эту ситуацию в отношении экологии, у экологов, у общественников экологических движений. Этот механизм, это тысячный кадр был сделан, и там более-менее наведен. С точки зрения культуры этого нет. О чем мы говорим? Допустим, происходит сговор между коммерческой структурой и действующей власти о выводе того или иного объекта. Не будем сейчас обсуждать мотивационную часть и ситуацию того, что там есть мнение, что это выгодно вывести память. Допустим, гостиницу «Сибирь», которая была одним из объектов советского конструктивизма, вывела служба тоже в этом году. И сегодня мы с удовольствием наблюдаем о том, что собственником стал бывший губернатор данного объекта. Мы против, нам счастливилось. Мы приходим в суд, и такое вот мы имеем, и нам отказывают, потому что наши права не нарушены. О чем мы говорим на сегодняшней федеральной повестке, как просто, что к нам приехали? Нужно срочно. Эти предложения были 8 лет назад озвучены. И они озвучены и в прошлом, и в год, и в прошлом. Что будет дальше? Вот в чем вопрос. Ну, в очередной раз мы приехали, мы очень рады вас видеть в нашей земле. Значит, поговорили и разъехались. Общественность будет понимать о том, что мы сходили в суд, нам отказали даже высох. Я не говорю, у нас есть решение суда, которое выиграем, и они не реализуются. Понимаете? Но дальше будет только хуже. Памятники будут уничтожаться. То, о чем говорим мы здесь. Культурный слой мы свой потеряем. Количество китайского бизнеса в Иркутске просто, я думаю, что на Дальнем Востоке, как трофически увеличивается. И разочарование людей, таких как Марк Григорьевич, который является соломами, лидерами общественного мнения здесь, других уважаемых людей в нашем городе, будет разочарование. Сегодня идет активная выборная кампания в Иркутске, в законодательном собрании Иркутского области. Что происходит? Партия власти, кандидаты партии власти, со своим билбордом убрали, что они являются представителями президента, что они являются представителями единой России. Это плохой знак. Знак в том, что люди разочарованы в действующей власти. Вот ребята сядут в службу и говорят, ну вот мы вывели все по закону. Конечно, все по закону. Но есть текст, а есть подтекст. Есть разочарование общества. И это с тем же связано, что у нас идет отток людей в Петербург, в Москву, где общественность могла создать ситуацию, сохранить свой город. Поэтому у меня к вам, коллеги, огромная просьба. Не затягивайте вопрос. Нужно минимальные усилия с вашей стороны, чтобы изменить ими сотретий закон. И камень разводит такой же большой. Мы хотим о том, чтобы общественным организациям и людям разрешали в суде отстаивать свои позиции. Об этом Наполеон еще писал в гражданском кодексе в 1812 году. Мы живем с отставанием от Европы в 200-300 лет. Мы строим гражданское общество и общественные палаты, созданные президентом. Основная его идея была, чтобы был общественный контроль. Но он абсолютно урезан. Понимаете? Люди, которые сегодня, вы конкретно работаете в Москве, ваша задача создать механизм, что есть противоречия общественности и власти в Иркутске, чтобы они разрешались мирным путем в судах. И это тоже можно об этом отдельно говорить. И в завершение, то, что касается экономических механизмов, о чем просила Марина Александровна, как говорила, не нужно отдавать дома по рублю. Их нужно отдавать за реальную стоимость. И тут как бывший лицемер и член правительства Санкт-Петербурга говорит, этого не надо делать. Люди готовы покупать за реальную цену. Только реальную цену у нас создает много условий. С точки зрения возможности расстеления. Понятно, что блоки строительные, которые сегодня вводят памятники, которые строят, мне в этом не заинтересованы. Но есть же вещи несколько более ценные, чем зарабатывание денег. Ну и на позитивной ноте, конечно же, я сам представил памятник на федеральное облачение на Парушке на 12, на данную программу. Если у вас будет возможность, заезжайте, посмотрите, как это выглядит реальным действием. Что было, что стало, как работают, какие механизмы. Но еще раз хочу сказать, самый главный, первый пункт, который надо сделать, это сделать механизм общественного контроля в области памятников. Для этого нужно в 73-м федеральном законе о правильном памятнике отключить пункт о том, что мы можем выходить в суд и отстаивать свои позиции и несогласия по отношению экспертиз по выводу, по отношению того, что строятся особо охраняемые зоны в Ипутске памятники, строятся не памятники, прецедентов очень много. Мы сегодня, общественность, без правил. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Валерьевич. На самом деле, в резолюции содержится у нас этот пункт в части 73-го федерального закона предусмотреть на скорость общественного контроля за исполнением закона на примере экологических организаций. Еще одно у нас основное выступление, это Сергей Юрьевич Маяринков, сейчас руководитель некомерческой организации «Иркутские кварталы», человек, который непосредственно имел опыт работы в 130-м квартале, кладил тоже там всем процессом, и сейчас подобной работой занимается в проекте «Иркутские кварталы». Сергей Юрьевич, у меня тоже удобнее быть сюда, чтобы все видели вас, и вот Василий Юрьевича есть презентация. Александр, поправлюсь, потому что у нас много отцов в 130-го квартала, и я не руководил по всей семье и в 13-го квартала, руководил небольших участников, тем, кто смог что-то продолжить и сопрессирует и завлечит какое-то продолжение. Я постараюсь найти, наверное, то, что я хотел сказать, я уже не скажу, потому что в силу просто времени. Я за 2 минуты просто пролистаю вам маленько образ того, что мы делаем, и за 3 минуты постараюсь мысль сказать, которая, мне кажется, важна бы была сегодня. Следующий слайд. Дальше. Это просто наша удаленность и сложность экономическая. Сильный город с сильной экономикой сможет позволить себе содержать объекты культурного наследия. А если у города слабая экономика, он не сможет никогда содержать объекты культурного наследия, никакими бюджетными деньгами этого не сделать и не залить. И, мне кажется, все рассуждения сейчас строятся о запретах, бюджетных плеваниях, о гораздо мощнее механизмах, это частная экономика и частные инвестиции в это и умение с этим работать. Проблема в том, что некоторое будущее, которое строят города сейчас, оно, если сегодня строить из тех кубиков и механизмов, которые имеем, то через 10-20 лет, а изменения в городах они происходят достаточно длинно, мы построим в прошлое, они обязательно построим в прошлое. И вопрос того, какое место наследия будет занимать в будущем. И это важный элемент проектирования города. Дальше. Я покажу просто такой 10-летний путь, почти 10-летний наш. Дальше. Мы расширяем центр города, дополняя его общественными пространствами. Просто из-за того, что исторический город строился за 50 тысяч, под 50 тысяч человек, а сейчас же вверху поднаграться около миллиона. Дальше. В этом успех 130-го в том числе. Модель поведения поменялась. Как дача поменялась, так и модель поведения горожан поменялась. Не дадим современные пространства, из города уедут люди дальше. Это таймлайн 130-го квартала, линия времена, его реализации. И, конечно, губернатор, конечно, автор, Марк Григорьевич, автор 130-го квартала. Много людей выросли на этом проекте, и это пример большой. Дальше. То, что было на 130-м квартале, не было даже ни воды, ни канализации. Может, горожане уже забыли это. Дальше. То, что было в мае 2011-го года дальше, и то, что стало в сентябре 2011-го года. Дальше. Это фантастические сроки, и мы понимаем, как мы получили такую возможность так это сделать, и, конечно, без поддержки власти это невозможно. И даже, я вам скажу, что без закрывания глаз на некоторые ненормативные решения это невозможно. Потому что, если делать все по закону и по нормам, то та система, которая создана, она сама уничтожает памятники. Я готов это развернуть, но это другой тезис. Дальше. Дальше. И это экономика. Это 2000 рабочих мест, это 9 миллиардов выручки, это почти 7 миллиардов инвестиций, миллиард налогов ежегодно. Это градообразующее предприятие. Если это понимаешь, то вроде как каждому хочется иметь 130-е кварталы в каждом городе. Это же очевидно вроде. Все работает, но почему-то ни в одном городе не удалось это сделать. Дальше. С Бартом Григорьевичем совместно с Еленой Ивановной обсуждали и эффективно проводили. Это тоже отдельная тема. В 130-м квартале много было ошибок, но много побед, поэтому мы гордимся 130-м кварталом. Дальше. Дальше. И родился проект Иркутский квартал. Он уже на уровне города реализуется, в поддержке администрации, мэра города, командой, много из которых принимали участие ребята в реализации 130-го квартала. Дальше. И это связка. Мы идти собственной модели территории и уже застроенной администрации города Иркутска, и мы объединяем и делаем единый субъект. В этом, конечно, новация муниципальное управление. С Марком Григорьевичем идут эти дискуссии, работаем с этим. Дальше. Понимая, что город может быть устроен современно, в нем много историй. Вот он, 130-й квартал. Мы имели следующий слайд. Вот такой город. Это 2014-2015 год. После реализации 130-го квартала Иркутск выглядел вот так. Дальше. Вот это типичная застройка фотографий 2014-2015-2016 год. Вот так выглядел. Вы, кто-то по Соке-Перовской еще раз слышу, гуляли. Вы не гуляли там три года назад. Дальше. Из объектов культурного наследия превращались вот в эти объекты. Дальше. Разработана была концепция. Не буду останавливать. Дальше. По ней. Иркутские кварталы. Дальше. Торговая линия продлилась. Дальше. И увеличение вот как бы центральной части 80 гектаров территории связано со 130-м кварталом. Набережной торговой линии. Большое пешеходное кольцо. И вот реновация центра города. Прямо района центрального района. В этом концепции. Дальше. Вот она родилась. Этот план как бы реализации. Он увязан с каждым собственником. Это важно. Нельзя придумать за собственника то, что ему делать. И проблема собственности, которую вы поняли, ключевая. Собственник имеет заказ. И не важно какой эксперт. Не важно какой закон. Если у него стоит цель его снести, он вот и двигается. И с этим процессом надо работать. А не только с барьерами. Как ему не дать это сделать. Потому что у него в голове другая картина. У него в голове нет памятника. У него нет этого актива. Он вообще не понимает, зачем он умножен. Дальше. Поменяли генеральный план ПЗЗ. Градостроительную документацию. Ужесточили даже жестче, чем ПЗО некоторые моменты. Дальше. Сейчас уже 11 объектов строится. 11 построено. 18 проектируется. Примерно 300 тысяч квадратных метров в работе. Дальше. Это построенные объекты. Дальше. Это не 130-й. Это Иркутский квартал. Дальше. Это на сайте объектов культурного наследия. Это стройки на территории. Дальше. Это тоже стройки на территории. Дальше. Это проекты. Дальше. Это в прошлом году в августе фотографии еще объектов. В Иркутских кварталах. Дальше. Сделали общественную акцию. Проектировали вместе. Дальше. Квалификацию собственников повышали. Потому что мы начинаем объяснять им о том, какой ценностью они владеют на этой территории. Дальше. Придумали проект «Фасадник». Дальше. Более 600 Иркутян меньше, чем за год исправили внешний вид 56 домов. Дальше. Вот облик старый, 15-й год. Вот облик формируется. Это не 3D-картинки. Это сегодняшнее пространство, которое начинает меняться. Дальше. Вот это облик старый. Вот сейчас уже скверик 1, 2, 1 дом. 2, 3. Начинают пространство целиком формироваться. Потихоньку, помаленьку, дальше. Много критики. Мы слышим в свой адрес. Если не проводите, пожалуйста, критикуйте. Мы готовы слушать, как-то меняться. Но что можем, то делаем. Всегда в условиях людей, кто действует. Всегда есть какие-то ограничения, какая-то невозможность что-то сделать, то, что мы хотим. Но мы не уповаем на что, просто берем и делаем. Дальше. Дальше. Это всегда меняется. Теперь образ внутри объектов меняется. Дальше. И вот такой результат. Дальше. Объекты. Вот, например, прецедент из этого объекта. Мы восстановили его исторический файл. Фассаты скорректировали. Я считаю, что это тоже важный элемент трансформации, как бы, общего сознания людей и собственников. Ни одного нормативного акта и закона нет, чтобы заставить собственника перейти к этому состоянию. Нам это удалось. Дальше. Вот меняется пространство. Сгоревшие были объекты. Сейчас они стоят восстановлены. Дальше. RP очень много работы сделала в Иркутске квартала. Дальше. Один сквер, второй сквер. Причем вот все, что я показываю у иркутских...